This conference will now be recorded. 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 And, соответственно, кто, если не знаком, то более подробную информацию вы можете легко найти на сайте специалиста. Ну, а если будет интересна какая-то информация, необходима помощь, то коллеги из информационного, скажем так, отдела они всегда вам подскажут. То есть общий телефон есть. Звоните, пользуйтесь. Они работают, несмотря ни на какие причины. Так вот. Собственно говоря, В чем у нас проблема? Название месяцев. Что касается названия месяцев, то в этом случае они всегда будут исходя из того, какие региональные настройки используются на вашем компьютере. То есть, если, например, у меня там российские региональные настройки русские, то, естественно, у меня все названия месяцев, как и названия дней недели будут только по-русски. Если мне нужны англоязычные, то первое решение, то мне надо что? Каждый раз получается бегать в окно настроек, менять языковые параметры. Естественно, так делать никто не будет. И тогда возникает необходимость тоже делать, если, например, мне создавая там какие-то отчеты, сводные таблицы, для кого-то их нужно предоставить, допустим, на русском языке, для кого-то на английском. Для третьей группы лиц, может быть, мне эту же информацию нужно предоставить, не знаю, на итальянском, испанском, португальском и так далее языках. И вот здесь, конечно же, просто взять источник и решить задачу мы с вами не сможем. Нам на помощь должен кто-то прийти. И либо, конечно, мы сидим и там умопомрачительно сами создаем вручную, что называется, кучу там столцов через какие-то логические функции, или там куча заготовок, и потом там ВПРами или еще чем-то подтягиваем. Либо достаточно логично сделать это через Power Query по той простой причине, что в Power Query, ну, естественно, у нас есть также функции, которые позволяют работать нам с датами, но это еще не все. У нас есть еще возможность заставить писать как название месяцев, так и название дней недели ровно на том языке, на котором нам будет требоваться. И в этом случае мы сейчас с вами, ну, как бы и убедимся. Так, ну, я, собственно говоря, просто сделал там небольшую табличку, на основании которой мы с вами дали и получим, собственно говоря, результат. Power Query, напомню, это в целом возможно, начиная с 2010 версии и дальше. В 10 и в 13 версию Excel эту настройщику нужно дополнительно скачать с официального ресурса Microsoft и установить. Что касается 16, 19 или уже непосредственно у офиса 365, то в этом случае нужно будет просто открыть программу и, что называется, работать. Что касается вообще работы с Power Query, то на сегодняшний момент, конечно, неудачной будет версия 2010 по той простой причине, что многие вещи, особенно если вы работаете еще и совместно с моделью Power Pivot, они просто там не работают с позицией обновления результатов запросов в модели и там каждый раз что-то придется переделывать. Ну, причина весьма простая. Вначале была в Excel предложена как возможность работать с настройкой Power Pivot, а потом уже значительно позднее появился Power Query. И об этом, видимо, никто не подумал. Но, тем не менее, если уже последующая версия, то там все хорошо, потому что начиная с 13 версии нам, в принципе, что называется, предлагали уже работать в комплексе со всем этим и опции эти уже были предусмотрены. То есть даже легко видно по ряду окон, которые там имеются. Ну и теперь я делаю подключение. Значит, у меня 19 офис, поэтому на вкладке данные у меня есть группа получить и преобразовать данные. Если бы мы делали это в 16 версии, то у нас бы немножечко правее была группа скачать и преобразовать данные, и там была бы команда создать запрос. Ну, вообще, количество пунктов приблизительно похоже, однако внутри, в зависимости от версии офиса, количество подпунктов может быть немножко разное. Это зависит от самой версии, там немножечко 16, 19, и плюс второй момент от сборки этой версии. Так, соответственно, я источник взяла обычной книгой Excel, и теперь мне остается лишь выбрать, где она у меня располагается. Ну, у меня отдельная папочка семинар согласно сегодняшней даты, и здесь вот есть файл источник для модели. Как бы он не назывался, главное, что в нем должна быть некая таблица, которую мы бы хотели с вами задействовать. Так вот, когда мы смотрим в окне Power Query на источник Excel, то какие объекты он у нас с вами видит? Ну, во-первых, это всегда листы. Нет листа, нет файла Excel, то есть этот объект всегда будет. Будет ли на листе какая-то информация или нет, это вы узнаете достаточно просто. Как только вы щелкнете, если лист будет пустой, то здесь справа у вас сформируется не табличка, а просто будет написано, что этот лист пустой. Ну, и также здесь, напомню, могут быть и динамические таблицы, и именованные диапазоны. То есть три вида объектов, которые Power Query позволяет нам видеть из внешних файлов Excel. Ну, я сейчас беру эту бытовую технику и, соответственно, говорю преобразовать данные. Окно Power Query – это отдельное окно, это модальное окно. Пока вы работаете в Power Query, поработать параллельно с Excel вы не сможете. Но здесь у меня для удобства уже включена строка-заголовка, чтобы каждый шаг, который создается, можно было, во-первых, наблюдать. И в любом случае это всегда полезно. Справа на панельке примененных шагов вы видите, как он называется по-простому. А в строке Formal вы видите, как называется функция, которая позволяет этот шаг осуществить. И здесь, когда вы изучаете, да и впоследствии работаете, обычно принцип такой – левый глаз в строку формы, правый, что называется, в шаги. И параллельно вы, во-первых, и запоминаете, и привыкаете, как какая функция, за какое действие отвечает, чтобы потом этот алгоритм можно было, что называется, прочитать. Ну вот, как вариант, я оставила источник, взяла в котором отдельно день, месяц и год поставки. И моя задача взять и получить из этого, соответственно, дата. Ну, к примеру, я могла бы оставить просто дату сразу, но в жизни у нас бывают разные ситуации. И если вы планируете обработать источник через Power Query, то нет смысла части каких-то преобразований, вычислений делать в обычном окне Excel, потому что вы там функцию быстрее вспомнили. Имеет смысл тогда сразу это делать в Power Query, потому что это реально будет быстрее. Ну, плюс, я это делаю в отдельном файле, поэтому источник ни под каким предлогом уже, соответственно, не пострадает. Так вот, мне нужно, во-первых, посмотреть на шаги, то есть источник показывает, к какому мы файлу подключились и что там есть. Навигация нам показывает, какую таблицу конкретно мы с вами выбрали, то есть какой источник сам по себе внутри уже файла. Дальше он поднял строку заголовка, ну и по умолчанию он обычно очень любит добавить измененный тип. Последний шаг здесь, он меняет типы данных. То есть если посмотреть на повышенные заголовки, шаг, здесь у каждого столбца слева иконка ABC123. А вот если уже посмотреть на измененный тип, то там, где текст появляется просто ABC, ну, в случае с текстом ABC123 менять на ABC вроде как смысла нет. А вот там, где числа, там, где дата, где время, там этот шаг, ну, что называется, оправдан. Поэтому здесь мы получили с вами, ну, что называется, числовые данные. Например, столбец сотрудник мне категорически не нужен, поэтому я его удаляю, как он, как в обычном Excel. Теперь мне нужно получить из трех составляющих день, месяц и год сперва дату, потому что именно по дате я потом смогу получать любые составляющие, касаемые календаря. И здесь ситуация такая. Если бы мы были в простом Excel, мы бы взяли функцию там data или date и, соответственно, указали год, месяц, день. В Power Query у нас тоже все общение происходит в том числе с использованием функций, да, но если листать справочник, вы не найдете отдельно функцию date. Есть категория date, там, date time и вот прям в чистом виде типа date.date. Напомню, в Power Query у нас все функции, они формируются из двух составляющих. Первая составляющая – это категория, точка, и вторая составляющая – это непосредственно функция. И вот такой функции типа date.date, даже если вы начнете писать, она ее не узнает, и, соответственно, если вы будете искать справочники, вы тоже ее не обнаружите. По той простой причине, что это вроде бы как функция, но при этом она так не выражается. Поэтому я нахожусь на последнем, например, шаге и иду добавлять столбец, то есть добавление столбца, настраиваемый столбец. Ну, так и назову этот столбец, например, дата поставки. И на языке n функции всегда вводятся с заглавной буквы, да, причем если функция состоит из двух слов, ну, например, date time, да, или там категория, то каждое слово тоже вводится с заглавной буквы, а потом уже дальше. То эта функция, она позволяет нам получить, ну, типа как дату-константу, передавая просто вот значение. Поэтому это будет решетка и маленькими буквами date, то есть это функция, но особо уклана. Открывая скобочку, ну, и дальше рассказываю, что на первую позицию у меня должен быть год, разделитель функций у нас здесь запятая, на второй позиции месяц, ну, и на третьей позиции, соответственно, день. То есть я четко перечисляю все эти составляющие, аргументы здесь всегда через запятую, числа всегда через точку, то есть никакие языковые стандарты и настройки на это не влияют. И вот я получила дату, ну, и смело могу сказать, что это да, действительно у меня дата. Так, чем еще прекрасен Power Query? Тем, что если я теперь понимаю, что для того, чтобы показывать все эти данные, мне какие-то данные не нужны, ну, к примеру, будем считать, что мне день и месяц как число не нужно, да и год, например, в этой табличке у меня один год, и оно мне тоже не нужно. Тогда я могу смело просто взять и эти столбцы, на основании которых это было вычислено, просто взять и удалить. Так, ну, а теперь, теперь я спокойненько на основании этой даты смогу проделать любые манипуляции, которые можно делать с датой. Сперва я даже не буду напрягаться и искать списки функций, функции, какие могли бы эти сделать. Когда у меня выделен столбец с датами, а для этого достаточно либо поставить курсор в любую ячейку, либо выделить весь столбец, то есть для Power Query это все едино. Я иду также на вкладку добавления столбца, и в конце у меня есть группа из даты и времени. И здесь, раскрыв кнопку даты, во-первых, если мне нужно, я могу получить, вы видите, практически все составляющие. Год, ну, в данном случае на один, зачем мне? Иногда, видите, бывает полезно там начало, год и конец, месяц, цифра, ну, это у меня уже было, и обратите внимание, название месяца. Опять же, Power Query, когда добавляют название месяца, он тоже опирается ни на что иное, как на региональные ваши настройки. Ну, и сразу еще добавлю, например, непосредственно день недели и, может быть, еще какие-то полезные данные. То есть я опять выделяю дату поставки, захожу в дату, и смотрите, ну, квартал, собственно говоря, у нас даже, если мы обычную дату добавляем в сводные таблицы, мы там можем сгруппировать, да, это не новость. Но, тем не менее, если нужно, можно тоже выбрать. Еще есть пунктик недели, то есть иногда, когда нам в сводных табличках нужно прямо расчет сделать неделями, либо вам надо предварительно на листе Excel, да, прописать, создать столбец с формулой, определяющей номер недели, либо вот здесь, например, тоже можно. Ну, например, я выберу неделю года. Вот неделя года – это не является проблемой, ну, нигде. А вот есть еще один пунктик, который, может быть, в каких-то отчетах полезен, когда мы используем календарные данные. Это неделя, и вы видите месяца. И тогда в ключе каждого месяца, вы видите, указана неделя. То есть первая, да, там вторая, ну, здесь даты идут третья, четвертая и так далее. И вот дальше опять первая, вторая, третья, четвертая. Ну, где-то, может быть, еще пятая, и вот даже шестая. Ну, видимо, начиналось в воскресенье и там перескочило еще на какой-нибудь там понедельник. Поэтому вот это тоже очень ценно, потому что в обычной жизни надо как-то исхищряться. И также здесь есть у нас день. Ну, день просто это цифра будет, а нас интересует сейчас название месяца. Я выбираю название месяца. И тогда все новые добавляемые столбцы, они всегда идут правее. Теперь, вот вы видите, я просто щелкаю мышку, такой щелкунчик. И если я встану на шаг, вставленное название месяца, потому что если я выделю столбец, я буду видеть данные просто последнего шага, то обратите внимание, в строке формул я вижу функции date, month, name. То есть это действительно функция, которая позволяет нам из даты, то есть тип данных должен быть дата, получить название. То есть первый аргумент – это дата. И если нет второго аргумента, это всегда говорит о том, что это будет на языке ваших региональных настроек. То же самое, если я зайду, вставленное название дня, то здесь вы будете видеть функцию date.dayOfWeekName. И также указана дата поставки. Собственно говоря, с названием дня недели будет аналогично, поэтому этот пунктик я опущу. Чтобы мне не писать много букв, я возьму и сейчас скопирую это название функции date, month, name. Теперь как я поступаю? Нахожусь, например, на последнем шаге, ну или если мне нужно в серединке, без проблем, можем и рядышком сделать, например, после названия месяца. И иду добавлять столбец. Так как я добавляю внутрь, в этом случае программа всегда спрашивает, что творишь. Функция у нас date, month, name. Открываю скобку. И первый аргумент – это наша дата, то есть дата поставки. Ну, если я завершу таким образом, то ничего нового я не получу. Поэтому я ввожу в запятую. А далее я должна рассказать, на каком языке я хочу эту информацию получить. Где это взять? Вот у меня открыта страница в браузере, которая отвечает непосредственно за региональные настройки. Например, в окошечко чата, если вам интересно, я ее скопировала. То есть, в принципе, это открытый ресурс, да, microsoftский, docs.microsoft.com. Просто иногда бывает, не всегда сразу прям получается найти всю эту информацию. И здесь, вот вначале бежит какой-то текст, первая табличка с какими-то вариантами, какие релизы там для каких версий. И вот ниже бежит табличка, где указаны языки. Язык, иногда бывают какие-то вариации где-то, может быть, по отношению к географическому расположению, то есть его использование. Ну, тут же, допустим, итальянский, да, он же не тоже в Италии. Или там испанский, французский также. И, соответственно, нас здесь на самом деле больше будет привлекать language tag. То есть мы с вами должны взять и посмотреть, как система, какими символами понимает, ну, как бы тот или иной язык. Тут, что называется, сборище практически всех языков. Мне кажется, даже мы иногда не подозреваем, что их такие вариации. И, соответственно, вот на каждую комбинацию здесь есть те или иные варианты. Ну, к примеру, разнообразие ради. Английский нам и так уже, ну, что называется, поднадоел местами. Возьмем что-нибудь более экзотическое. Ну, вот, например, пусть будет эстонский. То есть эстонский язык, географический в Эстонии. И вот я вижу этот тег, et, да, и, соответственно, ee. Соответственно, я его копирую, ну, чтобы ручками не вводить. И возвращаюсь обратно в окно Power Query. И вот вторым аргументом, в кавычках, я эту локаль языковую указываю. Ну, и здесь я напишу, что это у меня месяц. И укажу, что это эстонский. Вот, к примеру, так. И, соответственно, говорю, окей. Я, честно сказать, не ориентируюсь в эстонском языке, как и во многих других, которые в тех табличках. Но при этом я вижу, что он на английский не похож, да, или вот так можно посмотреть. И на русский тоже. Ну, то есть вот они здесь, ну, здесь они сейчас просто по алфавиту. А на экране я вижу его, соответственно, в другом варианте. Надо мне еще, значит, что я делаю? Я, по сути дела, создаю еще один столбец. И если у меня есть потребность создавать отчеты там по 15 таблицам, то, соответственно, ой, сори, не 15 табличкам, а по 15 языкам, например, да, один и тот же источник там для разных представителей. Значит, я просто создам столько столбцов, сколько этих языковых вариантов мне требуется. Ну, в данном случае разнообразие ради, ну, давайте возьмем какой-нибудь, ну, японский, например. Опять же, или там ирландский, финский. Ну, то есть они все здесь есть, и в зависимости от необходимости мы можем здесь все это выбрать. Ну, допустим, неподалеку финский, да. Ну, многие они так, можно их даже практически угадать. Ну, а с другой стороны, что угадать, когда можно это получить точно. Ну, когда человек, если работает с определенными языками, то, конечно, он уже привыкает, и эти локали знает практически наизусть. Ну, я подпишу месяц фин, не финансовый, а финский. И вот здесь пришли более магические символы, но видно, что они тоже отличаются от наших привычных. Так, то есть сколько мне потребуется, столько я могу здесь их создать. Ну, и также аналогично для тени и названий, да. То есть у нас функция просто date, day of weekname, и второй аргумент также вот в кавычках может быть указан в этом локале. Ну, теперь хочу, например, построить сводную табличку. Я говорю, ну, с точки зрения выгрузки, главное закрыть и загрузить, и закрыть и загрузить в. Ну, настройку даже если менять по умолчанию, если даже вы работаете в 2019 или в 365 офисе, здесь нельзя поменять на то, чтобы по умолчанию он предлагал строить отчет сводной таблицы. Ну, для удобства они взяли в 19 версии это сделать. И скажу окей. Если версия не 19, то нужно просто создавать запрос в виде подключения и потом уже начинать строить сводную табличку, используя обычную команду вставка сводной таблички и внешний источник. Вот мой запрос, то есть я могу в любой момент в него вернуться, да, что-то доработать. И, соответственно, мои данные. То есть все поля, которые мне были не нужны, я могу там их также что-то преобразовать, изменить и так далее. Ну, вот, к примеру, у нас есть просто название месяца, да, я выберу. Это наши русские региональные настройки. Все хорошо, все прекрасно. Ну, и давайте, например, я в качестве параметра возьму хотя бы там количество штук. То есть все вроде бы на своих местах. Теперь я решила, что мне нужно, например, не по-русски, да, а, например, по-фински. Я выбираю месяц финский, и он мне, конечно, напишет на финском, ну, согласно данным, да, которые у нас в источнике. Но напишет он их как? Как вы можете видеть, ну, согласно оценке латиницы, да, они будут написаны по алфавиту. То есть явно не январь, февраль, март и так далее. Точно так же будет абсолютно с любым другим месяцем. Я возьму, например, эстонский, и здесь будет так же. Вы видите, начинается от апреля, да, и заканчивается, не знаю, кем. Вот, поэтому вроде бы как язык-то мы с вами получили, но с точки зрения просмотра и отображения в сводных таблицах у нас получается не очень корректно. И если даже я буду сортировать, а мы же можем сортировать данные в сводной табличке, то на самом деле этот эффект мне ничего не даст. Он так же будет их отлично сортировать по алфавиту в одну или в другую сторону. И здесь у нас есть только одна как бы возможность с точки зрения заставить его в отчетах так же сортировать, как нам нужно по календарю, а не как вот по алфавиту получается. За счет чего он у нас с вами в русском языке правильно сортирует? Или вот у кого западные стандарты, он правильно сортирует на английском. Только за счет того, что в программе Excel, ну как бы системно передаются названия дни недели и названия месяцев на том языке, чьи региональные настройки у вас используются. Поэтому если у меня русский, он знает как раз русские названия месяцев и русские названия дни недели. Никакие другие, если я ничего самостоятельно не добавляла, он уже знать не будет. И вот тогда вам нужно будет взять и познакомить ваш Excel с теми языками, которые есть. Ну это можно сделать либо там вручную, может быть у вас есть какая-то там табличка вспомогательная, ну либо я, например, у меня нет вспомогательной таблички, я сейчас испорчу этот запрос. То есть я на его основе создам как бы еще один и сделаю простую штуку. Я удалил номер месяца, ну хорошо, тогда я сейчас, чтобы лишнего здесь ничего не было, сделаю следующее. Оставлю дата и, допустим, название этих месяцев на трех языках, остальное скажу удалить другие столбцы. И из даты я попрошу получить цифру месяца, то есть месяц. А теперь по этому месяцу я выполню команду удалить дубликаты. Удалить дубликаты. Ну то есть я как бы получаю условную табличку, которая мне рассказывает, какой месяц как называется. И здесь, как вы понимаете, они мне в каком порядке? В нужном. Ну сам стал без даты мне теперь тоже не нужен, ну а порядок их не столь важен. В принципе месяц мне тоже уже для дальнейших моих деяний не нужен, я его могу тоже удалить. И теперь я возьму и это просто назову для удобства справочник и выгружу это на лист Excel. Ну а теперь мое действие какое? Я с руками просто не хочу это вводить. Я пойду и программу Excel познакомлюсь с тем, что языков бывает много. То есть я иду в файл параметры, выбираю пунктик дополнительно и кручу в самый-самый низ. И здесь я найду возможность поработать со списками. То есть я тогда говорю изменить списки. Ну вот у меня здесь английский остался, да, а так как у меня русские дневные настройки, то у меня, естественно, должно быть только вот 4 позиции на дни недели, название месяцев по 2 по каждому. Соответственно, я ставлю курсор импорт списка из ячеек и, например, добавляю название месяца эстонских. Говорю импорт. Вот, пожалуйста, он уже знает, в какой последовательности они должны быть. Как вы видите, естественно, здесь противоречит любым алфавитам. Ну и также по аналогии рассказываю про финский. Ну то есть если надо будет 5 языков, значит 5 списков вы сюда дополните. Так. И, соответственно, говорю окей. Все. Теперь единственное, только я вам напомню, что списки, которые вы добавляете, они известны где? На вашем компьютере под вашу учебную запись. То есть если на этом компьютере даже вы зайдете по другой учетной записи, в программе Excel будут списки под конкретную ту учетную запись. То есть это не к программе привязано, а привязано к учетной записи работающего пользователя, если на одном компьютере несколько. Ну и теперь я вернусь обратно на лист. Здесь у меня по-прежнему, вы видите, от апреля до чего-то. И теперь я попрошу сортировку. Когда я попрошу сортировать от А до Я, то в результате он теперь будет на месте. Если, например, я буду просить еще один отчет, ну вот рядышком попрошу. Допустим, вот стандартно сводная табличка, выбрать подключение, как вот в 16-й, там в 13-й версии. И опять источник бытовая техника. Здесь единственное, не стоит пугаться, он обычно любит еще иногда вторую создать запросик. Может быть, может не быть. И вот, например, так как у меня память короткая, я уже даже не помню, на каком там был языке, это был эстонский, то теперь я сделаю на финском. И я просто к чему? Что вы видите, я теперь выбираю, да, и уже сразу здесь видно, он узнает этот список, и у нас с вами уже есть сортировка. Так, или если вы сомневаетесь, то можно попросить сортировка от А до Я. Ну, видите, она уже не дает никакого эффекта, потому что действительно это так, как у нас располагается с вами в году. Вот они, томику какие-то, хелмику. Ну, я в финском даже не пытаюсь читать, это для меня малопонятные символы. Вот, но сам факт того, что вам достаточно в окне модели буквально к функции date, month, name дописать тег. нужного языка, и единственное, чтобы это упорядочилось уже согласно календарю, а не алфавиту, вам нужно еще вторым действием взять и доработать. А именно, сортировка у нас идет либо по законам алфавита, ну, как бы в целом, да, вот этих символов, алфавит, цифры, символов, алфавиты, либо, соответственно, по тому, как у вас эти элементы прописаны непосредственно в элементах списка. То есть если бы у нас списка в Excel не было, то дни недели и названия месяцев даже на региональных настройках тоже были бы отсортированы всегда только по возрастанию. Однако разработчик, он блокирует даже возможность удаления региональных названий месяцев и названий дни недели на языке региона. Поэтому, если языковые настройки нам не подходят, ну, например, не то, что совсем не подходит, если у нас русский, а нужны английский, вы заменили и вперед работаете. А вот если вам нужны вариации, и эти вариации периодически, то, конечно, никто не будет постоянно менять эти региональные настройки. Более того, если говорить в рабочих, там, корпоративных моментах, то зачастую у вас даже у многих эти окна-то и недоступны. Ну, то есть они заблокированы, чтобы вы, что называется, не баловались. И вот тогда на помощь к нам приходит не что иное, как непосредственно уже функции нашего Excel конкретно в разрезе функций редактора Power Query. То есть сами функции, да, и непосредственно языковые теги. Ну, основные языковые теги вы легко можете и запомнить, да, Ruru – это в России, да, там, USUS – это американский, ну, английский, американский. Вот, поэтому с этим проблем никаких нет. Ну, а в целом, еще раз повторюсь, более, ну, как бы различные варианты – это использование Power Query, решение задач. Мы в нашем учебном центре специалист решаем, как на уровне 7, да, приступаем, так и, соответственно, уже более сложное, непосредственно дальше на уровне, отвечающий за практику. То есть сам по себе Power Query – это действительно мощный язык преобразования. Очень много задач. Чем больше ты их видишь, чем больше ты с ними сталкиваешься, тем, что называется, ты удивляешься, как раньше, ну, ты просто не видел, не думал о том, что через Power Query это можно решать. То есть многие макросы можно быстрее оптимизировать, ну, как бы через Power Query. Единственное, у Power Query один только есть небольшой недостаток. Ну, как небольшой, конечно, посмотреть, смотря в каком разрезе. Это когда, если у нас огромное количество файлов консолидируется, то в этом случае, если где-то есть ошибка, ее приходится практически чуть ли не вискать вручную. То есть у нас нет режима отладки. А так, в остальных случаях, вы всегда, любой ваш алгоритм, да, вот если мне надо посмотреть бытовую технику. Я возвращаюсь, и если бы, например, не моя мышка, что называется, да, и щелкание по кнопочкам, то реально тогда бы мой путь был каким. То, что находится в расширенном редакторе, это вот реально алгоритм работы данного запроса. И, конечно, сидеть просто и самим ручками это все прямо от начала до конца прописывать, это, наверное, не самое удобное занятие. Поэтому огромное количество задач решается мышенькой, а когда нужно, вы лишь добавляете где-то. То есть совсем, конечно, где-то ручной вот мы не исключаем, он требуется. Где-то для оптимизации шагов, да, где-то для того, чтобы дополнить какие-то сведения, которые он не пишет по умолчанию. Поэтому все хорошо в совокупности. Но, еще раз повторюсь, даже кнопочные вариации позволяют решить огромное количество задач. То есть так вот, если заглянуть в окошко Power Query, кажется, тут, боже мой, как малый кнопочек. Но поверьте, их уже гораздо больше, это раз. Плюс Power Query – это та настройка, над которой Excel постоянно, не Excel, а разработчик постоянно работает. И периодически, даже в знакомых окошках, в дополнительных каких-нибудь там опциях появляются какие-нибудь новые интересные возможности. Поэтому здесь в идеале, чтобы ваш Excel мог периодически обновляться. Ну, когда вы сами себе хозяева, вы себе это легко можете позволить. А вот, опять же, в корпоративных вариантах бывает разное. У кого-то стоит автоматическое обновление, а у кого-то иногда бывает версию поставили и с тех пор не обновляли. Вот здесь, конечно, какие-то вещи могут быть уже отсутствующими. Вот, поэтому все прекрасно. Второй мой запрос, да, если я в него гляну, он справочник, он коротенький. Он берет данные бытовой техники, ну, чтобы мне второй раз не делать. И дальше вот те манипуляции, которые я проделал, соответственно, те шажочки здесь и прописаны. То есть вот такой вот вариантик возможен. Поэтому нет ничего сложного. Можно, вы видите, в два действия это сделать. И я вам продемонстрировала, что вначале я создала непосредственно в Power Query списки на нужных языках. Ну, сколько языков нужно, значит, только столцов мы с вами добавим. И затем, используя в сводной табличке, мы убедились в том, что он их формирует по алфавиту. Но это не годится. И тогда вот маленькое дополнение. Помимо Power Query нам еще нужно создать список, который позволит уже выбирать эти данные, упорядочить их согласно списку. Почему? Потому что в Excel так по умолчанию заведено, что когда он видит, что это элементы из списка, то есть большой брат всегда следит за нами. Если он видит, что это элементы из списка, он в первую очередь всегда сортирует по нему. Поэтому, если вы даже забыли, когда вы создали какой-то список и вдруг, например, выбрали там города, да, и вдруг они начались там не от А до Я, а, допустим, сверху Москва, потом Санкт-Петербург, а потом все по А до Я. Значит, это говорит о том, что на том компьютере, на котором вы оказались, кто-то этот список городов сформировал именно как список в такой последовательности. По-другому он, соответственно, работать, естественно, не будет. Программа Excel такая же ленивая, как, можно сказать, каждый первый пользователь. Никто не хочет работать от нечего делать. Поэтому спасибо вам всем за проявленный интерес и внимание. Я желаю вам всего доброго и, возможно, до будущих встреч. Поверьте, Excel вообще, а также Power Query и Power Pivot мало не бывает. Поэтому в перспективе вы сможете посмотреть эту запись. Ну, а так, я надеюсь, вариант вы видите, как можно это обойти, доработать, вы теперь тоже знаете. И, возможно, кому-то он будет очень полезен. Спасибо и всего доброго. До будущих встреч. Приходите к нам учиться. Мы знаем много и готовы зачастую всем этим поделиться. Продолжение следует... Продолжение следует...